Купить виллу на Пхукете, начать сдавать ее в аренду, стабильно зарабатывать. Насколько это реально и что может получиться в итоге? Конкретный пример. Компания виллокарты поселила нас в самом центре острова, возле знаменитого пляжа Патонг. Что важно для элитной курортной недвижимости? Разумеется, это близость к морю и это хороший вид, но на первой линии, на Пхукете, да и в Таиланде вообще, да и во всем мире, мало кто может позволить себе что-то построить. Соответственно, приходится забираться в горы. Район Патонга, видимо, самая оживленная точка на Пхукете. Ночью здесь вообще не протолкнуться, но утром в северной части пляжа машин больше, чем людей. У дороги в 50 метрах от кромки воды мы и начинаем наш путь. От пляжа, от первой линии до элитного комплекса, вот там наверху 200, но от силы 300 метров. Но вот эта территория, 200-300 метров, занята прачечными, арендными конторами, маленькими магазинчиками, то есть вот тайским малым бизнесом. 300 метров участок от пляжа до элитного комплекса, ты идешь по такой настоящей Азии, хотя и, разумеется, с туристическим уклоном. Такое соседство кого-то может смутить, неопрятно. С другой стороны, каждый день мы лакомились соком кокоса, освежились и снова в путь. В конкретном случае элитная тайская недвижимость – это круто во всех смыслах. Здесь перепад высот, ну, наверное, метров 70, может быть, даже 100. И, в общем, это не так-то просто каждый день по нескольку раз снувать туда-сюда. Ну, вот и пришли. Знак «Стоп». Дальше только для избранных. Ну, точнее, для тех, кто арендует здесь недвижимость, ну или для собственников. Вот на таком шаттле вас довезут до моря. Шаттл – свидетельство уровня комплекса. В данном случае он насущная необходимость. Ползти вверх под палящим солнцем тяжело. В этот раз ради съемок мы сказали себе «надо». И, в общем, пожалели. Ну, вот, наконец, дошли. Какие же были дураки, что не воспользовались своим автомобилем. Вот же он прокатный стоит у входа. А это наша двухэтажная, если смотреть со стороны холма, вилла. Одна из, причем далеко не самая роскошная, в комплексе на 20 домов. Площадь здания – 355 квадратных метров. Есть еще собственный сад – 500 квадратных метров. Место обособленное. То есть соседи вроде рядом, но их не слышно и не видно. Заходим. Итак, вилла за миллион. Первый этаж, кухня и огромный холл-гостиная. Здесь же обеденный стол, здесь же зона отдыха с диванами и телевизором. Рядом небольшое, ну, около пяти квадратных метров, помещение, в котором находится стиральная машина, сушильная машина и дальше туалет для гостей. Главный холл – территория встреч и дружеского застолья. Объект под аренду, значит, должно быть все необходимое и для постояльцев, и для их гостей. Wi-Fi, спутниковое телевидение, домашний кинотеатр, белье и посуда, разумеется. Из гигантского холла выход на террасу. Вообще-то этот коттедж рассчитан на шесть проживающих, но места для отдыха здесь гораздо больше. Можно устраивать небольшие вечеринки. Одна, вторая и вот там вот еще третья зона для отдыха с отдельными столиками и диванами. Архитектор этой виллы безупречно воспользовался особенностями ландшафта. Наверху можно веселиться, а внизу в это время находиться в тишине. И, конечно, хороши дизайн и исполнение. Это, например, вилла, в которой мы находимся. Я считаю, что у нее идеальное качество. Ей уже 12 лет, она выглядит очень добротно, все идеально, хорошие стройматериалы. В совсем уже приватную зону на нижний этаж мы спускаемся по изящной деревянной лестнице. Конкретно на этой вилле три спальни и три санузла. Вот две здесь слева, одна справа. Ну вот она спальня, наверное, 20-25 квадратных метров. Кровать, диван, стол. В общем, минимализм с одной стороны, но есть все необходимое. Ну и святая святых – это бассейн, выход к которому есть из каждой комнаты. Бассейн с разными шинтифлюшками. Заработало! Теперь цифры. Нынешний собственник приобрел виллу за 800 тысяч долларов. Под Новый год на две недели она сдается примерно за 17 тысяч. С декабря по март ее можно снять за 750 долларов в сутки. В ноябре и апреле – 430 долларов. В низкий сезон – 340. Если это премиум люкс вилла, ну то есть это приблизительно, скажем, там от 500 тысяч долларов и выше, мы пока сейчас специализируемся вот только на такой недвижимости. И мы с удовольствием возьмем в аренду, и мы будем управлять ею, и у нас успешный опыт на эту тему. То есть мы заполняем, например, там порядка 80% все виллы, которые у нас в управлении в среднем. Но эта вилла сдается более чем успешно, пустует не более 35 дней в году. Это исключительный показатель, ведь арендаторы приносят 65 тысяч долларов в год. Правда и затраты на содержание тоже выше средних – 22 тысячи долларов в год. Комплекс имеет развитую инфраструктуру, общий бассейн, тренажерный зал, а обслуживание – это всегда расходы. Итог. Доходность за 2017 год – 4,5% годовых после уплаты тайских налогов. Для недешевой виллы это прекрасный результат. В последнее время вообще какая-то тенденция пошла, что мы поздавали виллы, которые управляем, на годовые контракты, и получается стопроцентная заполняемость. Вот эта вилла, например, она сдана уже на годовой контракт. Для хозяина это вообще идеальный вариант, когда она не простаивает вообще. По скриптум о переводе денег. В данном примере все платежи проходят через управляющую компанию комплекса, а собственники получают деньги уже после уплаты тайских налогов. Подавляющее большинство владельцев вилл предпочитают открывать счета именно в местных банках и пользоваться полученными деньгами за границей. Продолжение следует...